Организован Дмитровским клубом криведов. Канал имени Москвы – это уникальное гидротехническое сооружение, построенное в 1937 году. До сих пор для историков канал не перестает быть интересным объектом для исследований. Раз в пять лет музей-заповедник Дмитровский Кремль проводит научные чтения, которые посвящает каналу Москва-Волга. Плодотворные научные работы участникам пожелали Людмила Кузнецова, помощник руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения канала имени Москвы и Василий Карасев, председатель Дмитровского клуба криведов. Научные чтения открыл доклад ведущего научного сотрудника музея-заповедника Дмитровский Кремль Натальи Табуновой. Первым докладчиком она стала не случайно. Я ввожу в научный оборот совершенно новый предмет – карту, которая рассказывает о предыстории строительства канала. Эта карта датирована 1824 годом. На ней Дмитровский помещик, он же инженер-майор корпуса инженеров путей сообщения, проложил русло канала между реками Волгой и Москвой, но не через Дмитров, а через Клин. Это так называемый Старый Екатериненский канал. То есть за сто лет до строительства нашего канала предмет рассказывает о другом канале Москва-Волга. Свои доклады на этих чтениях представили не только сотрудники нашего музея, но и научные сотрудники Долгопрудненского историко-художественного музея, а также представители краеведческого общества «Москва-Волга», созданного при Федеральном бюджетном учреждении «Канал имени Москвы» и другие. Тема неисчерпаемая, и заниматься ею можно бесконечно. И сегодня мы выявим новые направления дальнейшего исследования истории строительства и функционирования канала. Позже научные материалы, представленные на этой конференции, войдут в сборник, посвященный истории канала имени Москвы. Есть издательство, готовое выпустить этот сборник достаточно большим тиражом.